Кино Победы. Почти год в Кургане действует региональный медиафорум с таким названием. Курганская епархия показывает школьникам и студентам отечественные патриотические фильмы. Накануне состоялась очередная киновстреча. В культурном центре Курган для учеников 6-х и 8-х классов школы номер 40 состоялся показ фильма «Решение о ликвидации» режиссера Александра Аравина и продюсера Карена Шахназарова. Показ был организован в рамках проекта «Курганский региональный медиафорум Кино Победы», который с 1 февраля 2023 года реализуется Курганской епархией с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. Этим показом педагогический коллектив школы номер 40 дает старт очередному месячнику оборонно-массовой работы. Накануне Дня защитников Отечества такие месячники традиционно проходят по всей стране. Составляется план мероприятий, мы включаем просмотр фильмов на патриотические темы, спортивные мероприятия, встречи с ветеранами. На показ пришли ребята, обучающиеся в мариинских и юноармейских классах 40-й школы. Среди них были две восьмиклассницы, командиры юноармейских отрядов. Они уже два года активно занимаются в юноармейском отряде «Мираж», участвуют в различных соревнованиях, добиваются побед. Для девушек слово «патриотизм» — не пустой звук. Подростки нашего времени должны смотреть такие фильмы, чтобы развивать в себе патриотизм. Для меня патриотизм — это любовь к своей родине и уважение своей страны. К старшему поколению нужно относиться с уважением, потому что они уже прожили жизнь, они многому научились. Я считаю, что это очень даже нужно, чтобы школьники и школьницы знали, что вообще было и есть в патриотическом движении, какие войны были, как прошли наши прадеды и деды войну, что сейчас творится на войне, что сейчас вообще творится в мире. Реализация проекта «Кино Победы» подходит к концу. И, по мнению экспертов, в работе достигнуты хорошие результаты. Достаточно сказать, что в течение года проведено более 60 показов отечественных фильмов. Вместе с этим показом мы приближаемся к цифре 3000 охвата аудитории. В основном, конечно, это дети и молодежь. Хотя аудитория была разная. От 7 лет и до 70 и выше у нас была аудитория. И поэтому мы охват совершили такой, скажем, большой. Мы подготовили такую методику, которую будем обсуждать в ближайшее время на итоговом экспертном совете. И эту методику мы уже направили в департамент образования. И надеемся, что мы ее отправим еще и дальше, и на федеральном уровне, и что какой-то резонанс будет. С завершением проекта «Кино Победы» работа по просмотрам фильмов в школьных и студенческих аудиториях будет продолжаться. Уже идет реализация проекта под названием «Зауралья. Связь времен». Начались показы фильмов, снятых на местном материале. Такие как «Духовный форпост Зауралья» о Далматовском Успенском монастыре или «Рожденный защищать» о Зауральском казачестве. Татьяна Маковеева, Сергей Абалмасов, Пресс-служба Курганской епархии.